добрый день дорогие друзья гости на моем канале я как всегда рада вас приветствовать сегодня мы с вами будем пересаживать вот такую вот замечательную детку с 50 граммового стаканчика вот в такой вот горшочек размер горшочка 6 сантиметров в диаметре и 5 сантиметров высота я горшочек уже подписала вот название сорта перевалка детки и дата 15 04 22 года детка у меня росла на фитильном поливе поэтому за сутки до пересадки с фитильного полива я ее сняла но ниточка вот такая вот влажная в общем то сейчас самое время не упустить момент и сделать пересадочку грунт какой я буду делать пересадку это классман с добавлением перлита и пенопластовых шариков пропорция где-то 40 50 процентов классмана 20 процентов пенопластовых ой 20 процентов перлита и остальное пенопластовые шарики то есть перлита я добавляю меньше чем пенопластовых шариков пенопластовые шарики у меня вот натертые на терочке мне так больше нравится потому что если покупные пенопластовые шарики да они круглой формы они как-то вот сбиваются в одно место и потом разлетаются по квартире и я заметила что вот это воздушность грунта со временем теряется с этими круглыми пенопластовыми шариками а вот такой вот натертый он остается в грунте как бы перемешанный да он меньше разлетается по квартире и он дольше сохраняет вот эту воздушность грунта ну это мое личное как бы наблюдение вот возможно у кого-то по-другому но у меня вот так вот грунт степени влажности да давайте еще посмотрим вот смотрите он рассыпается я его беру вот так вот комочек и он держится в комочке то есть с него не должно течь да можно немножко больше увлажнить можно сделать чуть-чуть по увлажнение ну вот у меня вот такой вот вот эта влажность грунта тоже важно потому что детку я буду переставлять после там после пересадки на капиллярные маты и если вот грунт допустим вот так рассыпается то я капиллярные маты буду запускать сразу если же грунт чуть влажнее чем вот такой вот то значит капиллярные маты я буду запускать где-то через сутки через двое в моих условиях ну в общем то давайте все по порядку до 1 пересадка так достаем детку с горшочка так я сначала удалю вот эти вот два листика они самые маленькие и я их сразу удалю чтобы у меня осталось хорошенькая розеточка вот такая вот изначально так удаляю я листики вот такой вот штучкой она у меня всегда стаканчики с техническим спиртом то есть всегда про дезинфицирована вот так вот вот все эти листики нам не нужны дальше вот ниточку старую в последнее время я ее просто вот так вот ножничками срезаю я не достаю ее не не вытаскиваю снимаю верхний слой грунта вот видите какой он немножко как бы с солевым налетом это вот этот солевой налет ну это от воды качество воды в первую очередь так все вот весь этот солевой налет я убрала и дальше так дело пересаживаем детку так этот это метод перевалки примеряю детку в горшочек чтобы понять сколько грунта мне нужно досыпать фитильная нить продетого отверстия дренажные я ее придерживаю вот так вот пальчиком и насыпаю грунта столько сколько нужно так примеряем деточку смотрим чтобы она у нас была по центру горшочка и досыпаем недостающий грунт грунт я не уплотняю я просто легкими движениями заполняю пустоту вот так вот думаю будет вполне себе ничего так убираю грунт который возможно где-то попал в центр розеточки чтобы не было никакого у нас загнивания все проверяю и все детка пересажена в новом горшочке свежим грунте она сейчас очень очень быстро начнет расти и буквально приблизительно через пару месяцев будет уже вот такая вот это сорт или острее когда-то детка тоже росла в 50 граммовом стаканчике потом я ее пересадила вот в такой же горшочек здесь правда нет даты но приблизительно два месяца назад и вот она уже вот такая вот красота получилась значит после такой вот перевалки я ставлю детки на капиллярные маты так смотрим у меня это вот такие вот самодельные маты так сейчас я настрою просто тортовница синтепон где-то сантиметр сверху вот такая вот пленочка вот в мелкую такую дырочку проделывала цыганской иголкой вот кстати я буквально сегодня пересадила это вот еще одна детка вот их две деточки будет вот вивьен лилюкс морской волк ек морской волк и зима улыбается вот сегодня они переехали с 50 граммовых стаканчиков вот эти горшочки тоже видите вот все подписано значит на вот этих капиллярных матах самодельных эти детки будут у меня расти до тех пор пока я не увижу с дренажных отверстий вот такие вот корешки видите это вот я сняла с капиллярного мата показать вам это хоть и сорт мини но просто ориентируйтесь по корневой системе вот как только здесь увидели корешки можно переставлять на фитильный полив вот как в этом случае вот эту детку я ее буквально где-то неделю может назад переставила с капиллярных матов на фитильный полив и она замечательно себя чувствует растет и даже вот уже собралась цвести так ну а теперь давайте я вам расскажу по поводу запуска капиллярных матов смотрите я не зря вам показала степень увлажнения грунта изначально в какой влажности грунт я пересаживала вот этих деток он у меня был слегка влажный поэтому в этом случае я капиллярные маты запускаю сразу сколько воды налить вот допустим на вот этот объем да у меня это пол литра воды где-то приблизительно 400 грамм 450 может ну а здесь я не подскажу вам объем воды которые нужно налить потому что это во первых зависит от толщины вот капиллярного мата да либо это у вас синтепон либо это же покупные капиллярные маты они же разные толщины бывают то есть вот так вот просто смотрите вот вот я надавливаю и я чувствую что он влажный вот в общем то вот так вот если бы я пересаживала детку в более увлажненный грунт как я вам тоже вот изначально говорила тогда бы я капиллярный мат сразу не запускала я бы его запустила то есть водички сюда добавила в моих условиях где-то через сутки полтора ну вот сутки двое и запустила бы капиллярный мат на капиллярных матах растут вот такие вот детки где-то около двух месяцев полтора-два тоже зависит от роста ой от сорта потому что есть сорта которые прям быстро очень растут а есть все таки сорта которые помедленнее растут ну и от условий до условия какие температура и освещение тоже если освещение хорошее вот то в принципе детки тоже растут быстрее чем если где-то стоят там в полу тени вот так вот вообще у меня фиалки растут на капиллярных матах и на фитильном поливе я предпочитаю но они у меня мигрируют да есть какие-то фиалки которые я сразу после пересадки могу поставить на фитильный полив но большинство это все ж таки пересадка капиллярные маты и только когда корешки я вижу тогда только фитильный полив наверное сниму еще видео про отсадку деток от листа потому что некоторых деток я отсаживаю от листа ставлю в тепличку некоторых деток я ставлю на капиллярные маты то есть обхожусь без теплички в общем то все по-разному вот но я постараюсь какие-то такие видео снимать и вам показывать кому видео было интересным полезным обязательно ставим лайки пишем комментарии на этом всем всего доброго до свидания